Всем привет! Вы находитесь на канале Linux Live. Подпишись на канал и поставь лайк этому видео, так для меня будет мотивация пилить их еще больше и интереснее. Сегодня мы с вами рассмотрим такое приложение, как Vesta CP. Это бесплатная панель управления хостинга, и использовать мы будем именно ее докер-версию, а точнее докер-композ. Почитать о ней перед тем, как ставить, вы можете на официальном сайте. Я оставлю ссылку в описании. На главной странице вы можете увидеть изображение, как она выглядит, а также попробовать демо-версию. Давайте перейдем к делу. Сейчас я нахожусь на своем сервере VPS. Перед началом всех действий я обновил систему UptUpdate и UptUpgrade. И из официальных источников я установил сам докер и докер-композ. Не забываем также установить гид на наш сервер. Для начала нам надо зайти на GitHub, конкретно докер-композ-версия. Вводим в поисковик Vesta CP nickname docker-композ. Далее нам надо склонировать репозиторий. Теперь нам надо создать папку App для удобства. И в ней уже склонируем наш репозиторий. Итак, готово. Заходим в папку. Теперь откроем config file и посмотрим конфигурацию. Здесь мы видим в хостнейм наш домен, по которому будет доступна панель управления. Для этого у вас должен быть свой домен. У меня он linuxlive.website. Здесь у нас прописана запись типа А на наш IP-адрес сервера, наши DNS сервера, также поддомены, которые мы будем использовать в Vesta, и сенеймы www для наших поддоменов. Добавляется это все очень просто. У каждого регистратора домена может быть своя панель. Хостнейм я поменяю на свой домен. Вам же рекомендую поменять его на поддомен. К примеру, у меня есть поддомен DV. Для начала давайте обозначим наши папки. В настройках портов я советую поменять на нестандартные порты. Для SSH мы можем указать какой-нибудь 10000 порт, 80 и 443 мы не трогаем, так как по этим портам будут работать наши сайты, и доступ к нашей панели управления Vesta мы поменяем на свой. Я сделаю 15068. Теперь сохраняем и выходим. Читаем наш рядми. В директории Vesta у нас будет находиться конфигурация Vesta, в директории Home пользовательские данные, в директории Backup пользовательские бэкапы. Теперь нам надо скопировать эту строку, чтобы применить потом после создания контейнера. Копируем ее и выходим. И теперь все, что нам надо сделать, это запустить наш контейнер через команду sudo-docker-compose-appd. Наш контейнер запустился. Теперь давайте вставим нашу команду, которую мы копировали ранее. В команде нам надо заменить наш пароль, а также имя контейнера на Vesta. Жмем Enter. Готово. Теперь давайте зайдем в веб-интерфейс, проверим, что у нас работает наш домен. Зайдем в нашу админку панели. Мы видим предупреждение, потому что сертификат был сгенерирован самой Vesta. Подтвердим. Примем риск. Вводим здесь логин админ и наш пароль, который мы меняли в команде. Vesta.cp.password. Мы находимся в нашей админке Vesta. И давайте поменяем язык на удобный нам, к примеру, русский. Теперь самое главное, нам нужно создать домен. Берем наш, к примеру, гид. Здесь все оставляем по умолчанию. Наш алиэс, мы можем его удалить. Вообще, если вам не нужен этот ВВВ, к примеру, у меня он добавлен. Я его оставлю. Дальше выбираем поддержка Let's In Script. Проверяем. Жмем добавить и ждем 5 минут, как написано. Итак, прошло примерно 5 минут. Давайте проверим наш сайт. Отлично. Теперь проверим сертификат. Смотрите веб-сайт www.gid.linux.life.website. Это потому, что я указал алиэс. Я вам не советую этого делать. Управление зоной DNS вашего домена. Не прописывайте алиэсы. А также, когда создаете домен, то удаляйте алиэсы и в панели Vesta. В разделе графики мы можем видеть нагрузку на наш сервер. Также можем просмотреть подробную статистику, которую пока еще нет. Журнал наших действий. Обновление. Также настроить фаервол. В разделе Апс можем выбрать веб-приложение и установить его. В разделе сервер мы можем перезапустить его. Отдельно установить Apache или перезапустить Nginx. И нам доступны дополнительные приложения. Сервер имен. Почтовый сервер. Popimax сервер. Антивирус. И также почтовый антиспам. Уже у нас работает сервер баз данных. MySQL. PostgreSQL. И планировщик Chrome. Также можем включить fail-to-ban. Сконфигурировать его. Я вам советую разобраться с fail-to-ban. В планировщике заданий Chrome мы можем посмотреть, что у нас сейчас есть. И добавить то, что нам надо. Теперь давайте перейдем в бэкап. Здесь мы можем создать архив. Веста нас уведомляет, что задание добавлено в очередь. И мы получим архив. По крону я уже рассказал. Его можно также здесь добавлять в задание. Доступ к базам данных мы получаем через phpMyAdmin и pgAdmin. К примеру, пробуем отредактировать базу данных. Можем сгенерировать наш пароль. Насчет почты я не проверял. Но, скорее всего, не советую вам использовать в Весте. У меня есть отдельное видео на канале о создании почтового сервера MailCow. В DNS мы можем также добавлять свои. К примеру, хостера нашего. Это вот эти. В разделе пользователей мы можем создать пользователя. Назначить ему определенный пакет и тому подобное. Если вам понравилась панель управления Веста, то вы можете также поддержать разработчиков на их официальном сайте. Также не забывайте, что у нас есть свой телеграм-канал, где мы отвечаем и помогаем пользователям и публикуем анонсы видео. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok